Здравствуйте! Вы смотрите программу «Про город». У нас нет запретных тем. Сенсация! В Кировской области живет снежный человек. К такому выводу пришли участники криптозеологической экспедиции. Целую неделю светило этого исследовательского направления изучали леса Советского района. Что им удалось найти? Узнаем сегодня. И у нас в гостях Юрий Калиногорский, руководитель криптобиологической экспедиции в Кировских лесах, и Илья Шумов, кандидат биологических наук, сотрудник Вятского палеонтологического музея. Здравствуйте! Юрий, в ходе экспедиции вы расставляли в лесу видео ловушки. Удалось ли на них заснять снежного человека? К сожалению, не удалось. Ловушку мы ставили только на пять дней, так как больше нет возможности постоянно ездить, проверять эту камеру. За пять дней ни одно животное крупное не удалось заснять. А там были датчики движения или что? Какие-то видеорегистраторы или что это было? Да, это охотничья камера с датчиком движения с автономной работой до 40 дней. Снимает даже в темноте с помощью инфракрасной подсветки. То есть вы как охотник какие-то приманки подкладывали? Как вот, чтобы он попал-то в объектив? Как сделать? Камеру мы устанавливали около специально сооруженной кормушки. Это поддон, сверху закрытый от дождей, от осадков. Поддон расположен на высоте 2,5 метра, чтобы до него не добрались лоси. Ну, высоко достаточно. И медведи. Закрыт сеткой, чтобы птицы туда не пробирались. Вот на этот поддон мы закладывали яблоки, морковь, сухари, собачий корм и кукурузные палочки. Ну, какая-то, слушайте, сладкая диета получается для снежного человека. Ну, все это, выбор рациона для снежного человека был не случайен. Это все по прошлым фактам. То, что он любит кукурузные палочки, это было установлено в одной из областей нашей России. И корм для собак подкармливал снежного человека в Америке. Также известно, что он любит яблоки. Ну, исходя из таких вот вещей, мы решили... Ну, какие-то вегетарианские блюда. То есть мясо он не ест? Нет, мясо он тоже ест. Но, видимо, все-таки больше предпочитается растительную пищу. Я бы сказал бы, его рацион больше схож к рациону медведя. То есть в разные сезоны он питается разной пищей. Ну, смотрите, если вы не видели снежного человека, то почему вы утверждаете, что он существует? То есть откуда, какие факты именно вас натолкнули на мысль, что все-таки он существует? Основные факты – это свидетельства очевидцев. Их насчитывается уже очень много. По России их сотни. А у нас в области их количество приближается уже к 30. А вот в вашей экспедиции вы обращивали очевидцев? Да, мы нашли новые свидетельства, ранее неизвестные. Четыре свидетельства. Два непосредственно прямого наблюдения снежного человека и два косвенных. Самый последний крайний случай был два года назад. Мужчина-охотник в октябре месяце в пойме реки Вятки охотился на бобров. И в 80 метрах от себя увидел это существо. От озера, я метров, наверное, 20 прошел за кусты. Смотрю, идет в полусогнутом состоянии. Так вот это самое. Вот как в замедленном кино. Вот такие мощные движения. Рост явно больше двух метров, потому что еще обратил внимание, что груди висят, и они как присогнутым, так видно, как чуть не до пояса. Значит, и вот таза, как у женщин, большого нет, не выделяется. Собака, я смотрю, кинулась к ней, она как рыкнет. Значит, шаг, наверное, к ней к собаке-то сделала. У меня как наискосок. Собака раз, и хвост поджала, и бежать. Свидетель испугался потом, такой встречи неожиданной. Его это серьезно впечатлило. Он всю эту ночь не спал, тоже просидел в машине в страхе. И потом, говорит, еще месяца два отходил от этого. Страдал бессонницей. Кошмары его донимали. В общем, на него это тоже серьезное впечатление произвело. Ну, это все какие-то очевидцы свидетельства. А вот вы сами, где-то в глубине души, вы вообще верите? Говорят, многое сами знаете, да, в мире? А вот сами вы лично верите, что действительно существует? Я безусловно верю. То есть вы какие-то следы находили сами? Вот следов на почве, как самого явного подтверждения, я лично не видел. Но у нас в области их находили. Один раз в 2002 году. Я знаю другие факты, которые объяснить иначе, как существование общественного человека, невозможно. Ну, вот про заломы, да, очень много говорят в последнее время. В Кировских лесах их очень много находят. В частности, вот в Советском районе. Вот вы видели эти заломы? Да, заломы мы находим. Я уже был в многих экспедициях, около пяти. В каждой экспедиции, в принципе, удается найти эти заломы. Их не так много. А вот что вот? То есть приходится прочесать довольно-таки большую территорию. И где-то эти все-таки заломы мы находим. Это, как правило, ели высотой 4-5 метров. И у них обломаны верхушки. Либо просто надломаны, либо они полностью оторваны. На высоте около 3 метров. То есть примерно такой рост. Да, если учитывать, что он сам около 2 метров роста. То есть как раз он ломает верхушки на высоте около 3 метров. Вот Илья, как вы считаете вообще? Заломы могут быть свидетельством того, что возможно существует снежный человек? При условии, что дифференцировать от других возможных вариантов. То есть можно ли эти заломы отличить от, например, повреждений вызванных молодым медведем? Например, они тоже на верхушке зрелища могут залезть. Также раскачиваются. И могут смело обломать. В таком случае на дереве будут следы когтей. И если будет этот залом вызванный гоминоидом, то есть будут следы, куда он приложил руку. То есть сорванная часть коры, например. Если это ель, то на нем будет хорошо видно. То есть должны остаться под жировой следы. То есть криминалисты это легко отличают. То есть наука может, если след вызванный близкий к человеку, там могут быть вероятность ошибки человек, который отбирает. То есть с человеческой ладони попасть в генетический материал. Получается ли вас как ученого пока эти доводы не убеждают в том, что существуют дети? Биология эволюционная. Биология не отрицает возможность существования древних гоминоидов. То есть вы не отрицаете, да? Не отрицаю. Поскольку возможно, например, независимое происхождение, например, от азиатских форм антропоидных обезьян. То есть, например, близких к ветве орангутановых, например. То есть это сивопитек. То есть, ну вот, которая на ранней стадии отделилась от африканской. То есть там независимое произошло. То есть классический пример парализма. То есть независимого схожей линии эволюции и независимого приобретения схожих признаков. И одновременного сосуществования разных групп. То есть если представить, что это дерево эволюции, грубо говоря, то есть это какая-то ветка от чего? Нет, именно от ранних предков. То есть довольно-таки очень ранних. Существует ли снежный человек или нет? Корреспонденты нашей программы уже пытаются на этот вопрос найти ответ несколько лет. В частности, у нас тоже есть один свидетель. Бывший лесничий села Сувади. Его зовут Борис Либеров из Ореческого района. Давайте посмотрим сюжет. Голливуд показал всему миру, как выглядят Йети. Мохнатый, огромный и очень добрый. Но за натурой для фильма о снежном человеке не обязательно ехать в американские леса. Вполне подойдет вятская глубинка. Поселок Сувади в 70 километрах от Оречи. Добраться до него после дождя можно разве что на Уазике. А во время весенней распутицы село вообще оказывается отрезано от большого мира. Здравствуйте, Борис Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. Местного лесничего Бориса Либерова, ныне пенсионера, в Сувадях знают все. После программ на центральном телевидении он стал настоящей знаменитостью. В окрестных лесах 9 лет назад Борис Михайлович видел Йети. Был я в отпуске. И уже в октябре месяце за грибами. Ну и на охоту суржал. В поисках дичи Борис Михайлович забрел далеко. Оказался почти в 15 километрах от дома. И вроде эта охота ничем не отличалась от предыдущей. Как вдруг... Слышу треск. Что-то треск шала. Посмотрела. На тебе. Серое существо какое-то. Высокое. Кусты там низко не видно. Видно выше ног. Серое. Удивлению и ужас у лесничего не было предела, когда он понял, то ли зверь, то ли человек здесь не один. Ребенок на полметра или сколько ниже. Это точно ребенок. Потому что он... Бырыкал. Видимо, они лежали. Я выстрелил. Маленький-то. Не подпрыгивал. Ого, там меня лучше видать. Ничего или не знаю. А это точно. Маленький прыгал. Ненечка раз. А мать его успокаивала. Разглядывать странных существ Борис Либеров не стал. Подумал, что медведи и бросился бежать. Но позже усомнился. А зверей ли он видел? Я игре спрашивал, всех спрашивал, что я видел сердце существа. А все говорят, не может у медведя когти. По когтям сразу убедились, что медведь. А у этого, как у человека. После встречи с Йети Борис Либеров повесил ружье на стену. И не пытался еще раз найти то место. Сейчас из лесничьего он переквалифицировался в пчеловода. Занятия безопасны и понятны односельчанам. Ведь скептиков в Суводе хватает. Рассказы пенсионера многие воспринимают как байки. Никто не верил. И сейчас мало кто верит. Потому что, видите, такое существо. Я считаю, только снежный человек. Только. Больше никто не может быть. Если бы я видел... Вот, ну, ладно, мутантный, кто серый, старый. Но маленький-то такой же серый. Так что маленький-то не может кем-то другим быть. Рассказы о ветском Йети дошли до Москвы. Несколько лет назад в Верхошижимский район приезжала столичная экспедиция. Ученым-криптозоологам удалось сделать слепок следов снежного человека. После этого Борис Либеров окончательно убедился. Тогда в лесу он видел именно Йети. Правда, представление о том, какой он у него своем. Птицы. Они перелетные. Так и зверь. Он идет. Идет и уходит на юг. Хоть и говорят, что он может здесь жить. Здесь он жить, я уверен, что не может. Потому что его бы сразу убили. Ухотники. Он, зверь, очень осторожный. Очень. Ночной зверь. И перейти, допустим, дорогу. Вначале, видимо, он обдумает. Говорят, что голова-то у него соображает. Вот основываясь на многочисленных показаниях очевидцев, только что мы видели бывшего лесника из Ореческого района, какая у вас, Юрий, выстраивается картина? Как он выглядит вообще, снежный человек, на ваш взгляд? Выглядит много где его уже описывали. В принципе, совпадает. Это крупное существо, ростом около 2-2,5 метров. Цвет может быть разный. Серый, коричневатый. Часто встречаются седые особи. Очень мощное телосложение. Как правило, сутулое. Голова немножко вытянутая. То есть, как мы видели только что в сюжете, в фильме, как рисуют американцы про снежный человек, когда был сериал. Или есть черты какие-то? Нет. Он там довольно-таки прямоходящий в сериале. А в действительности все-таки он сутулый, у него такой вот наклоненный. То есть, факультативная биопедальность такая, да? Он опирается по свидетельствам. Да, он иногда переходит на передвижение на четырех конечностях. Видимо, либо с целью разгона. Извините, перебью. По окраске. Есть ли корреляция седых особей по самка-самецу? Есть ли аналогия, например, с горным гориллом? То есть, с серброспиной самец, у них седая как раз. Пока что свидетельств очень мало. И по соотношению особей, мужские, женские, детские, взрослые. Есть ли соотношение? То есть, там количество, например, самцов столько-то видели, самок столько-то видели. То есть, вероятность. Или то, что самки более осторожные, там, самцы, вот, можно ли какие-нибудь заключения по этому делать? Мы вот в этой экспедиции, специально у меня была распечатана часть нашей области, участок карты, приблизительно 80 на 80 километров. И мы на нее нанесли все точки, вот, в пределах этой области, все наблюдения, которые у нас были. Видели? Да, вышло 23 точки. Отметили, в какое время года, летом, зимой, осенью, самку, либо самца видели и цвет отметили. Попытались. А где топ какой? То есть, болото, сухостойко, смешанный лес. То есть, есть ли какая-то корреляция? А вот, кстати, да, хорошее замечание. Вот по этому поводу корреляцию не проводили, надо посмотреть. А корреляция, что это такое, чтобы объяснить нашим зрителям? Взаимосвязь. То есть, где он предпочитает обитать, если он там обитает все-таки. То есть, там, болотистая какая-то местность? То есть, у любого животного есть предпочтительная среда обитания биотоп. А тут я хотел выяснить, возможно, что он в разные времена года, исходя из того, чем он питается, возможно, в определенное время года его видят только в одном районе. То есть, допустим, на черничниках его там в августе видят. В сентябре, в октябре он уходит, допустим, на черемуху. Вот такие вот корреляции пытались проследить, но, видимо, мало еще слишком наблюдений. Мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. А он один вообще живет? Вы сказали самка, да? Кто-то видел самца. То есть, это какие-то целые группы, какие-то колонии, я не знаю, даже, возможно. Тут вот сложно сказать, живут ли они семьями, потому что наблюдение именно самца, самки и ребенка было только одно у нас в области. И было два или три случая, сейчас точно не помню, самки с ребенком. То есть, возможно, ребенка воспитывает самка одна. И иногда самец ходит, может, проведывает свою семью. Что для приматов не характерно. Вот если проводить аналогию с обезьянами. То есть, для приматов они все равно коллективное общное животное. То есть, или там, как правило, коллектив либо сугубо самок, там один самец на всех. Либо там, но все равно, самцы бывают и сгоняются. То есть, у некоторых, смотря от социальной общности, вот этих приматов. В крупных популяциях. Конечно. А вот таких вот приматов, которые очень мелкими группами, вот как... Тут больше аналогия с кошачьими, например, была бы. То есть, там... Сами по себе, получается, гуляют или как? Ну, вот именно с кошачьими. Вот в нашей зоне это, прошу прощения. Русь. Да, Русь. То есть, их группами очень редко. Видимо, по наблюдениям то же самое. А они вообще агрессивны? Для приматов это очень нехорошо. Как считаете, они агрессивны вообще? Были ли какие-то случаи нападения, либо какой-то агрессии при встрече, да? Вот на собаку ручало, да, вот по свидетелям? Ну, я не считаю это как бы проявлением агрессии. Но оно и припугнуло. Это самозащитство. Это самозащита, да, а не агрессия. В целом, агрессивных случаев в России известны единицы. А у нас в области вообще ни одного. А вот вас как ученого, что бы убедило, чтобы вы поверили, что все-таки еди существуют, что они где-то среди нас обитают? Какое-то ДНК, я не знаю, либо какие-то кровь, какая-то анализа. ДНК – это хорошо, анализы – хорошо. То есть оно покажет наличие генетических отличий, насколько оно отличается. И приблизительно даже можно рассчитать математически, когда было расхождение наших линий. Этот анализ будет сравнивать, допустим, с теми же приматами или с какими-то другими? У нас в Кировской области это не сделать. Это европейский институт в Москве, например. То есть, по сути, одна какая-то капля крови предполагаемого? Да, может быть. Но это необязательно. То есть, должно подтвердить… В частности, вот, например, ДНК-анализ был проведен в Америке доктором Мелбо Кетчум. В 2012 году они подавали заявку на публикацию в рецензируемых научных журналах. Вот. К сожалению, их там, их публикацию запретили. Мне сказали, сейчас доводы точно не помню, но прежде, что вы проводили исследование на не сертифицированном оборудовании по каким-то там нестандартным методикам. На методологии. Да, методология. То есть, не была соблюдена, и ваши результаты мы принять не можем. Вот. А почему останков не было обнаружено? Такое древнее, что до сих пор скелеты не могли найти. Это, так называемая, субфауна. То есть, есть доминирующая фауна, а есть, которая на втором плане. То есть, если спронтологическая летопись, таких примеров очень много. В лесу, допустим, скелетов умерших животных практически тоже невозможно найти. Они все мгновенно съедаются, сначала крупными животными, потом растаскиваются более мелкими. То есть, уже через две недели от туши, допустим, волка умершего, уже не останется следа абсолютно. Точно так же, если был бы умерший снежный человек, то обнаружить его останки практически нереально. Самый известный криптозаволок Кировской области Анатолий Фокин, он ищет снежного человека уже 9 лет. Предлагаю посмотреть фрагмент программы с ним. В этой экспедиции, там было много, конечно, интересных найденных артефактов, косвенно подтверждающих, что он обитает в том краю. И что очень ценно, то мы нашли, в частности, я нашел шерсть снежного человека, предположительно. Там несколько волосков было. Причем они, во-первых, они были найдены в пещере. Там, где оставил следы, не то что отдельный след, а оставил цепочку следов снежный человек. Подтоптался. Да. И пещера чем характерна? Там абсолютно действенное покрытие. Там нет других следов. И вот он прошелся. То есть, там люди не ходят массово на экскурсию? Это очень труднодоступная пещера. И, значит, там был обнаружен след год назад. И мы, собственно, ехали посмотреть вот тот след, как он сохранился. И вот в этот момент мы обнаружили целую цепочку свежих следов. И вот в одном из следов я обнаружил, значит, целую такую кучку волос. Илья, как считаете, шерсть и следы уже для вас какие-то наиболее весомые доказательства, что он существует? Следы, то есть, каждый факт, то есть, кажется, свидетельство надо в комплексе. То есть, шерсть нашли, то есть, в какое время года, то есть, окраска. Опять же, если брать его на анализ, надо не допустить попадания загрязнителем человеческим. А анализ может показать, что действительно шерсть к какому-то неизвестному существу до семья? Если это, то есть, можно подтвердить, сравнить с ДНК, например, то есть, ну, из волоса ДНК выделить можно. То есть, даже метахондриальная, например. Вот, сравнить с животными, то есть, обитающими в данной области, то есть, в данном случае с млекопитающими. В идеале, да, если он схож с ДНК человека. Но тут именно, как в предыдущем свидетельстве, должно быть именно тонкое оборудование. Именно, чтобы любое на научные исследования, да, даже вот большинство научных работ, диссертация, методология, это самое тонкое, на что можно зарубить почти что 99% диссертации. Ну, я образно сказал, конечно. То есть, вот, опять же, есть погрешность оборудования. А вы, Юрий, продолжите поиски в дальнейшем снежного человека? Обязательно. Останавливаться не собираюсь. То есть, отправитесь снова в экспедицию? Да. А когда? На ближайшую вас уже распланировали? Где она будет? У меня соратники собираются в августе месяц в Ханты-Мансийский округ. А что вы будете делать, если вы встретите все-таки снежного человека, если он существует? Какая будет ваша реакция? Вы испугаетесь, я не знаю, или вот что будет? Я уже себя настроил, что первым делом фотографировать, фотографировать, а что дальше, там уже подскажет. Спасибо вам огромное, что пришли на программу. Вы смотрели «Про город». Увидимся на Первом городском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин